В Одессе почтили память схиархимандрита Иона Игнатенко, который многим помог встать на пути веры и укрепиться в выборе добра. На панихиду по любимому духовному наставнику собралось множество людей. Подробнее о его жизни и помощи людям расскажут наши коллеги. В Свято-Успенском патриарше мужском монастыре было многолюдно. Множество прихожан собрались на монастырском кладбище для того, чтобы почтить память удивительного одесского старца – схиархимандрита Иона Игнатенко. По благословению Высокопреосвящения Швагофангела митрополита Одесского Измаильского, на могиле старца в день его памяти была совершена панихида. И каждый желающий имел возможность в общей молитве поблагодарить Господа за дарование такого человека и спросить ему вечную память. «Когда его не стало, его чадо, кто к нему обращался по своим вопросам, оценили, что он значил в нашей жизни. К сожалению, ценим мы уже, когда кого-то теряем, кого-то или что-то теряем. Лучше это было бы было как-то заранее продумывать и ценить. К сожалению, так у нас бывает и очень часто. С праздником! Спасибо, Владимир! Мирское имя духовного старца – Игнатенко Владимир Афанасьевич. Родился он 10 октября 1925 года в Кировоградской области. Мать Пелагея родила мальчика на 45-м году жизни. Он был девятым ребенком в скромной и набожной семье. Отец Афанасьий назвал сына в честь князя Владимира. Жили в то время бедно, но радостно. В хозяйстве были конь и две коровы. Со временем их отобрала власть под лозунгом «раскулачивание». В школе учили, что Бога нет. Но дома мать говорила детям, что в этом мире все происходит только по милости Божией. С детства прививались детям в семье доброта, любовь, порядочность и трудолюбие. Молитва и труд – все перетрут. И без Бога не до порога. Эти слова матери у старца Ионы были всегда в сердце. Батюшка Иона был очень простой, добрый, утешительный. Он мог сказать все, что в человеке видел. Мы к нему ходили. Это был духовный отец наш. Я к нему случайно попала на большой праздник Петра и Павла. Батюшка стоял возле окна. Я была 88-я в очереди. Я думаю, как я попаду в 88-я в очереди. Но так Господь управил, что я пришла к нему. Но мне не было ни креста. Ничего не было. И батюшка Иона помазал меня целительным маслом и говорит, молись. Все у тебя будет хорошо. Я тогда очень болела. Я приехала первый раз в 2009 году к батюшке. И мне сказала знакомая, говорит, ты вот если хочешь что-то от батюшки спросить, но если ты его не исполнишь, то ты лучше как благословение не бери. И я вот как-то стою и думаю, спрашивать батюшку не было. Ну вопрос свой такой отличный. Думаю, ну как бы брать благословение или все-таки просто попросить молитву. И вот слышу девушка спрашивает, батюшка, благословите меня в монастырь. Очень хочу. А батюшка ей говорит, будешь хорошей мамой. Она, батюшка, я так хочу в монастырь. Будешь хорошей мамой, сказала ей три раза. И она отошла. А другая подошла с парнем, у них уже дата свальпы была. И батюшка ей сказала, а ты будешь монахиней. Она в слезы, а батюшка три раза повторила, ты будешь монахиней. И все, девушка в слезах отошла. Ну знаю, что мне потом передали, что которая хотела в монастырь, стала мамой, приезжала с детками. Старец Иона ревностно служил Богу более 40 лет в равноангельском образе жизни. Духовник обители с ярхимандрит Иона был также духовным наставником для тысяч верующих из разных уголков Украины и зарубежья. Старец, который направил на верный путь множество душ. В келье, где жил отец Иона, устроен музей. Здесь бережно хранятся его личные вещи. Народная тропа к могиле, где покоится отец Иона, никогда не зарастает. Ведь множество людей ежедневно стекаются и просят покровительства у своего духовника перед престолом Царя Небесного. В знак благодарности, уважения и любви к старцу на месте упокоения батюшки Ионы регулярно происходят панихиды. Субтитры создавал DimaTorzok